Что со мной не так? Я не нужна своей маме? Маме все равно. Меня она в упор не видит. Почему ей насрать на то, что в моей жизни происходит? Как я живу? Счастлива ли я или страдаю? Ну похвали, ну поругай, ну только не будь ко мне равнодушной. А у дочки душа плачет. В прошлом видео я рассказывала о первом типе мам, которых слишком много в жизни уже давно выросшего ребенка. В этом же видео я расскажу о втором типе мам. И о таких мамах мне часто рассказывают многие мои клиенты. И они часто говорят, что мамы как будто бы не было в моей жизни. Она не интересовалась моими делами. Она никогда меня не поддерживала. Как будто бы ей было абсолютно все равно, что со мной происходит. Не говоря уже о том, что я думаю, чувствую, чего я хочу в этой жизни. И мне говорят о том, что когда у меня у самой появились свои дети, только тогда я осознала весь ужас своего детства. А раньше я этого совсем не понимала. Сейчас я со своими детьми общаюсь совершенно по-другому. Я понимаю, что моя мама никогда в жизни так ко мне не относилась. Основной признак таких мам – это то, что они не дают внимания и энергии своим детям. И очень часто они их просто игнорируют. И ребенок с такой мамой, он чувствует, что его как будто бы для мамы просто нет. Потому что мама им не интересуется, мама не дает никаких эмоций. Такие мамы внутри как будто бы очень холодные. У них внутри какая-то такая пустота. И они не хотят ничего давать своему ребенку. Как будто бы у них нечего дать. Нет этой любви в сердце. Нет никаких эмоций. Нет желания прикоснуться к своему мальчику или девочке. Мне очень грустно слышать, когда некоторые люди мне рассказывают о том, что моя мама никогда меня не обнимала. Ну, может быть, когда-то она меня несколько раз погладила по голове. Или моя мама не любила обниматься. И когда я со всем детским открытым сердцем бежала к ней навстречу, она меня останавливала. Отстань от меня. Зачем ты это делаешь? Что за телячьи нежности? Такие мамы, они не способны дать ребенку необходимого эмоционального контакта. Они не могут дать любви, эмпатии, какой-то эмоциональной заботы, понимания. Они не могут выслушать своего ребенка, выдержать эмоции ребенка. Потому что дети, конечно, очень эмоциональные. И если ребенок плачет, ему необходимо, чтобы его успокоили. Ему необходимо, чтобы мама с ним разделила их радость. Вместо этого такие эмоционально закрытые, холодные мамы, они как будто бы ставят запрет ребенку на любые эмоции. У них у самих внутри запрет эмоционировать. Либо они не чувствуют своих эмоций, не осознают их. И точно так же эмоции собственного ребенка их раздражают, утомляют, нервируют. Они не хотят видеть, что их ребенок испытывает какие-либо эмоции. И они делают все, чтобы его подавить. И у ребенка формируется такое убеждение, что показывать эмоции нельзя. Маме это не нравится, мама недовольна, она считает, что это плохо. И каждый ребенок, он стремится все-таки быть похожим на свою маму, на папу. И он начинает думать, что так правильно. Он сам начинает подавлять свои эмоции, точно так же, как их подавляет мама. Такие мамы не дают должного внимания своим детям. Например, маленькая девочка нарисовала какой-то там странный рисунок и бежит с радостью и желанием получить восхищение, одобрение от своей мамы. Мама, мама, смотри, что я нарисовала. Мама, мама, холодно, игнорит. Ммм, понятно, ну положи сюда. Или в худшем случае она этот рисунок выбрасывает в мусорку. Для души ребенка, для психики ребенка это может стать большой травмой. Потому что его эмоции, его жизненный импульс, его просто обрубили. Его интерес к жизни обрубили. И мама не дала этой реакции восхищения. Или хотя бы просто одобрение. Или просто элементарные похвалы. Молодец, дочка. Мама может сказать, да ты вообще какой-то ерундой занимаешься. Шла бы лучше посуду помыла, а пол подмела. А тут толка из тебя никакого нет. Недавно меня поразила история одной моей знакомой, которая рассказала о том, что она никогда не отправляет маме свои фотографии из каких-то путешествий, из красивых мест. Потому что мама на них никак не реагирует. Ей все равно. То есть когда-то она отправляла маме эти фотографии. Она видела, что мама их просматривает. А в ответ молчание и тишина. И через какое-то время, естественно, ей перехотелось отправлять маме такие радостные снимки. Ведь она просто хотела, чтобы мама разделила с ней эту радость. Порадовалась за свою дочку, восхитилась ею. Но мама этого не сделала. Мама была скупа на эмоции всю ее жизнь. И с чем сталкивается взрослый ребенок в такой ситуации? То, что я не нужна своей маме, ей все равно, где я, что со мной, что у меня в жизни происходит, как я живу, счастлива ли я или страдаю. Маме все равно. И это значит, что и миру в каком-то смысле тоже все равно, что со мной происходит. Еще очень много историй, когда мама одному ребенку дает это внимание и восхищение. И просто там писается кипятком. Ой, мой мальчик, посмотрите, какой он прекрасный. Она показывает всем своим родственникам, тетям, дядям его фотографии. Она следит за его жизнью. Она всем хвастается. А есть другой ребенок, которого она просто игнорит и к которому она вот так вот очень прохладно относится. И тогда это еще более обидно, потому что есть вот эта вот несправедливость. Почему к одному ребенку мама имеет вот такое отношение, а меня она в упор не видит? Почему ей насрать на то, что в моей жизни происходит? Что со мной не так в конце концов? И что мне нужно сделать, чтобы мама обратила на меня внимание? Разве что только может быть умереть. И именно поэтому многие дети в детстве фантазируют на тему. Вот я умру, и тогда я посмотрю. И тогда моя мама может быть поплачет на моей могиле. Это же все о том, что ребенку ужасно не хватает материнского внимания, эмоций, любви. Ребенку очень важно получить вот это отражение себя в маминых глазах. Хоть какую-то реакцию. Ну похвали, ну поругай, ну только не будь ко мне равнодушной. Вот эта потребность во внимании, она никуда не девается. И соответственно, недополучив этого внимания от своей мамы, взрослая девушка или парень, они начинают искать этого внимания в мужчинах, в женщинах. Возникает огромное желание славы, чтобы меня любил весь мир, чтобы весь мир мной восхищался. Чтобы я что-то сделала такое великое в этом мире, чтобы мама наконец-то меня заметила. И тоже восхитилась. Ага, а я и не видела, а у меня оказывается такая классная дочь, что весь мир ее заметил. И еще мне очень грустно слышать такие истории, когда у девушек такая мама, холодная, эмоционально недоступная. И в жизни такой девушки случается эпизод или эпизоды насилия. И настолько она чувствует себя одинокой в этом моменте, потому что она не может обратиться к своей маме. И если такая девушка все-таки рассказывает маме о каком-то насилии в жизни, то она получает совершенно неадекватную реакцию. Чаще всего она делает вид, как будто бы ничего не произошло. Но было и прошло. Все, забыли об этом, идем дальше. То есть мама не может дать адекватной эмоциональной реакции на то, что произошло с ее дочерью. В худшем случае она может как-то сама обвинить ребенка в том, что дочка там попала в такую ситуацию. Очень страшно слушать, когда мама не может дать поддержку. Например, когда ее дочка теряет бременность. И в таких случаях холодная мама, она может сказать, ну, со всеми случается, там, это взрослая жизнь. А у дочки душа плачет. Ей мама нужна в этот момент, как никогда раньше. Просто, чтобы она обняла, просто, чтобы она побыла с тобой рядом. Как-то успокоила, погладила по голове. Но холодные мамы не могут этого дать. И если у человека была такая эмоционально закрытая, холодная, игнорирующая мама, то это приводит к огромному количеству проблем во взрослой жизни. Потому что у такого человека, как правило, низкая самооценка, абсолютное неверие в себя, в свои силы. У него вот это есть чувство внутри, что меня недостаточно, я недостаточно хороша, чтобы меня любить. Что я не заслуживаю любви и внимания. И чтобы мне получить эту любовь или внимание, мне нужно сделать что-то сверх выдающееся. Ну, как же эту холодную маму, этот мир, можно заставить себя полюбить? Конечно же, когда у человека такая мама, ему крайне сложно выстраивать близкие и доверительные отношения. И мне очень часто говорят о том, что я очень хочу отношений, но на самом деле я никому не доверяю. Я не доверяю женщинам, не доверяю мужчинам. А как можно им доверять, если с мамой не было выстроено этих доверительных отношений? Мама была не способна на это. И тогда человеку приходится заново учиться доверять другим людям и себе. Конечно же, возникают сложности с проявлением эмоций. Особенно с проявлением каких-то агрессивных эмоций. Потому что холодные мамы, они ставят запрет на проявление эмоций. Ну и не только агрессивных, но и радостей, и вот этой вот любви к жизни. То есть такая мама, она не переваривает, когда их ребенок радуется, там восхищается, бегает, прыгает, смеется. И взрослый человек, когда вырос, он тоже себе запрещает радоваться, испытывать удовольствие от этой жизни, свободно, легко выражать свои эмоции. Дети таких мам очень часто становятся сами эмоционально недоступными. И у таких людей, конечно же, есть огромный страх перед близостью, перед близкими, долгосрочными отношениями. Потому что они очень боятся быть отвергнутыми. Они боятся получить вот этот вот игнор от своих партнеров, как когда-то получали от мамы. И они как будто бы не верят, что кто-то их действительно может искренне любить, обнимать, считать красивыми и принимать их с их эмоциями. Недавно одна моя клиентка задала мне очень глубокий вопрос. Может ли любить человек, если его не любили родители? Я думаю, что, конечно же, может. Потому что даже если у вас была такая холодная мама, это не значит, что вы сами не способны любить. Это значит, что, да, у вас есть сложности в эмоциональной сфере. Но вы можете любить своих детей, вы можете дарить свою любовь своим партнерам. Поэтому даже если у вас была эмоционально холодная мама, это не приговор. Потому что любовь все исцеляет. И чем больше в вашем сердце будет любви, чем больше вы сможете дарить любви этому миру, тем счастливее вы будете становиться сами. И в этом случае вы сможете сами стать совершенно другой мамой. Но для этого иногда приходится поработать с собой, со своей эмоциональной сферой, решить какие-то проблемы со своей холодной мамой. Друзья, спасибо, что были со мной. Напоминаю вам, что вы можете подписываться на мой инстаграм, по ссылке в описании под этим видео. Ну, а те, кто хочет встретиться со мной лично и поработать с вопросами, касающимися отношений с мамой, вы можете записываться на мои личные онлайн-консультации. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok